Друзья, всем привет! Сегодня четверг, день выхода видео. У меня еще, как говорится, вообще конь не валялся. Дело в том, что неделя была в таком жестком переплете. О чем это видео будет, это не в эту неделю, это уже на следующую. Я физически не успею подготовить то, что было на этой неделе. Но у меня в архиве всегда припасено целая куча всякого интересного. Сегодня на примере одного автомобиля, вернее не на одного автомобиля, одной марки автомобиля, я покажу, насколько может быть кардинально разная машина по состоянию. Классическая ситуация, буду через 5 минут. Прошло 15, на звонки не отвечает. Типа в пробке стоит, наверное, может занять человек. Ну, ждем пока. Капот есть, прикол. Двери есть. Задние есть. Крыло заднее, правое, очень есть. Крышка багажника. Слава яйцам, хорошая. Это частичная история одного из выбора автомобиля. Выбор был успешным, все было классно. Но первый осматриваемый автомобиль, он нам не подошел, потому что у него вся правая сторона была битая. А заявлено, что она была там на персик. Но персика не получилось, поехали дальше. Троещина, Киев, улица, бджолы, церква. Именно здесь мы сейчас будем осматривать. Ауди, А6. Человек захотел именно почему-то возле церкви. Сейчас будем посмотреть. Бегло просмотрел автомобиль. У этой машины крашено две двери. Передняя левая и передняя правая. Дальше все идеально, все ровно, все классно, все замечательно. Именно на дверях акцентирую внимание, что они крашены. Дальше крашеных элементов нет. Принимаем решение смотреть более детально, более глубоко этот автомобиль на СТО. Это откуда? Это с клапана рециркуляции. ИГР, да? Ага. Ничего страшного. Ну да. Зато, зато, честно, не замыто. А сопли, ведь оно будет практически у всех. Радиатор коробки чуть подтекает. На соединение вот здесь. Незначе. Так, а здесь что у нас сцепляет? Масло недавно меняли. Видели. А в коробке? В коробке тханстичный ламп. Ну, для коробки это недавно. Ну, я представил, что там каждые 300 у меня. Ну, 30 это классно. Ну, да. Ну, по крайней мере, в тех документах там каждые 300 тысяч у меня. Да. Ну, зато имеем классную, красивую коробку. Без говна и соплей. У меня что, дембер на макарите. А как давно? Ну, на 255 тысяч. Меняли или ремонтировали? Ну. Там же фотографии есть в этом. Я не смотрел объявление. Я вот приехал и увидел машину живую, поэтому я и не видел ее. Да, я не видел. Там же дембер на махарите новый. У меня он старый лежит в коробке одного. Ну. Я вот когда ее только пригнал, меня подняли. Смотри, я не знаю, они там моют их или что. Посмотри. Состояние. То есть машина 250 тысяч прошла. Я ехерил, когда подняли и увидел. Я когда еду в Германию на грязной машине, попадаю под дождь и возвращаюсь на чистой машине. Там все хорошо. Нет такого впечатления, что там нет солей. Она ничего не потише. На самом деле была посмотрена еще большая кучка автомобилей, но видео сегодня не об этом. Был выбран именно вот этот автомобиль. Да, у него был недостаток в виде текущего клапана EGR, но на этом получилось сделать скидку. Еще там начало припотевать охлаждение рулевого усилителя. А в общем машина полностью обслужена. Даже поменен демпфер коробки. Там сделана столько, большая пачка бумаг, и эта машина от собственника. Она была реально хорошая, была реально классная, была красивая. И это несмотря на то, что у нее было крашено две двери, о чем сам продавец, судя по таким глазам, узнал лишь только тогда, когда он ее уже продавал. Два года спустя, как он ее притораканил с Германией. Но параллельно с этим мы искали человеку такую же Audi, но в более нижнем ценовом сегменте. И о том, какая разница, вот сейчас покажу. Уже половина гирлянды, нифига у нее не работает. Руль у нее состояние такого очень обшарпанного. Сейчас я поставлю, ну посмотреть насколько глубоко, коль мы уже сюда приехали. Включается? Нет, включается. Тут уже такая гирлянда, что просто пипец. Ну ладно, пусть читает. Ё-о-о. Ладно. Здесь хочу сделать легкую вставку. Обратите внимание, как работает двигатель. Это бензиновый двигатель. Да, так работает бензиновый конченый двигатель. Крашеная вся. Стекло меняное, стекло уже лопнувшее. Да, стойки у меня тоже крашеные. Двери тоже. Ну в общем не обманули. Тут как бы классика жанра. Нифига не прикреплено. Но зато когда-то, не так давно здесь менялся радиатор. Так, надо место поставить. Решетка чуть-чуть уже подустала. Кто-то педали слышит. Здесь стоит дополнительный ксенон. Масло уже через бок и выливается. Короче. Просто жмуровидная пора. Сейчас я до конца его пройду. И блин, ну пипец. 2 мм шпаклевки, настойки. Крашеная даже крыша. Очень-очень-очень. Очень-очень. Перегрева. Вот, что там в середине. Все. Короче, даже смотреть не хочу. Вот это у него такая куча ошибок. Разбираться сейчас детально. Со всей хренью. Датчик положения распредвал. Вакуумная система тормозов. Повышен. Короче. Так вроде бы... Вот так вроде бы смотришь на автомобиль. Он очень классно выглядит. А по факту это машина, которая уже давным-давно пипец. Но визуально выглядит она очень-очень достойно. Но по факту ей пипец и давно. Ладно. Поехали дальше пытать счастье. То есть, для общего понимания, машина стоит на территории СТО. И все в ней очень-очень печально. То есть, большая куча датчиков. Она вся окрашена полностью по кругу. Вместе с крышей шпаклевка на стойках. Ну, короче. Очень врачная машина, несмотря на ее невысокую цену. Даже за 7-800 она тупо переоценена. Исходя из комментариев, я понимаю, что данный контент для кого-то он есть образовательным. Так вот, я дам здесь очень дельный совет. Ребят, я очень сильно сэкономлю вам время, если скажу, что не ройтесь, как в Сакенхенде в нижнем ценовом сегменте. Или же не ползайте по нижнему ценовому сегменту. Потому что там, конечно, можно что-то найти хорошее. Всегда можно найти. Но время, потраченное на это, уйдет очень много. В нашей жизни приходится платить либо временем, либо деньгами, либо еще чем-то, либо же здоровьем. Так вот, находясь в нижнем ценовом сегменте, автомобили все продают так, чтобы скинуть. Вот в Таллине есть такая площадка Автоярил Макс 24. Они офигительно огромные. Это самая мега здоровая площадка в Таллине. Но там 95% это одни жмуры. Это то, что все перекупы Эстонии не могут продать. Все скидывается на Автоярил Макс 24. Оттуда оно благополучно лафетами уходит. В Литву, в Латвию они доставляют это куда угодно. Но, если тебе не понравится тот автомобиль, который тебе доставили, доставка стоит денег. Плюс там какие-то, по-моему, то ли 200, то ли 400 евро. И даже на этом Автоярил Макс 24 зарабатывает. Это не реклама, это не антиреклама, это констатация факта. В Украине такого еще нет. И с учетом того, что многие люди хотят подзаработав привезти свой автомобиль, продать его подороже, но подороже не получается, ввиду того, что уходит очень много времени, машина не продается, она остается, машина скидывается, скидывается, скидывается по цене. И получается уже, ну, такой полужмуровидный автомобиль и таких сотни. И вот здесь попробуй найди что-то хорошее. Не всегда это получается, но реально всегда можно найти. Но акцентирую внимание, что при этом может быть потрачено безлич времени, или же много денег, или же не дай бог здоровья. Будьте благорассудны, рассудительны. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»